Китайская экономика Впрочем, если в стране банкротятся целые муниципалитеты, госдолг растет быстрее, чем развивается экономика, а снести недавно возведенный дом дешевле, чем содержать его простаивание, то становится действительно ясно, что тут что-то не так. И это проблема в том числе и для России, уверен экономист Валентин Катасонов, потому что у нас часто кивают в сторону китайского экономического чуда, развивают торговлю, делая страну чуть ли независимой от китайского экспорта, а там все может закончиться очень плачевно. И эхо китайского кризиса будет разноситься очень далеко и с очень большой силой. Подробнее о китайской экономике и грядущих проблемах эксперт рассказал в беседе с накануне. Ну, я хочу сказать, что я так уже пристально не слежу за событиями на внутреннем китайском рынке, в первую очередь на рынке строительства, на рынке недвижимости. Вот прошлым летом я, летом прошлого года я эти вещи отслеживал, там была целая серия банкротств, причем компании достаточно крупные. Вот вы сообщили какую-то новость, это вот продолжение той же цепочки, той же серии банкротств. И, видимо, действительно можно сказать, что китайская экономика оказалась в каком-то смысле перегретой. То есть в каком смысле перегретой? Это значит, что явно платежеспособный спрос отстает от предложения. Предложения товаров, предложения объектов недвижимости, предложения каких-то видов услуг. Вот. Ну, значит, предыдущее время, предыдущие годы, ну, я имею в виду там не очень длительный период, а где-то, скажем, последние пять лет или десять лет, постоянно говорили о китайском позитиве. Ацентировали внимание на высоких темпах экономического роста, говорили о том, что китайская экономика, она догоняет американскую. Ну, тут я должен сразу сказать, что на самом деле уже достаточно давно китайская экономика является первой в мире, если судить по показателю вала внутреннего продукта, рассчитанному не по текущему курсу юаня к американскому доллару, а по паритету покупательной способности. Вот, если брать паритет покупательной способности, то уже есть, вернее, по 23-му году еще нету пока таких точных данных, а вот по 22-му году такие данные давно уже есть, и, значит, по оценкам МВФ, реальный ВВФ Китая, в 22-м году был 30,2 триллиона долларов, ну, а у Соединенных Штатов этот показатель равнялся 25,5 триллиона долларов. Вот, так что уже где-то в начале прошлого десятилетия, или где-то в середине, там есть разные на этот счет мнения, но в середине прошлого десятилетия уже точно Китай стал первой экономикой мира. Ну, и, конечно, на фоне Соединенных Штатов Америки, на фоне Японии и других стран, которые там входят в топ экономик по показателю ВВП, Китай, конечно, отличается высокими темпами экономического роста. Правда, конечно, это не те темпы экономического роста, которые были еще в нулевые годы, или в 90-е годы там средние темпы прироста составляли 10%. Сегодня вот по итогам, предварительным оценкам, по итогам 23-го года 5%. Для китайцев это, в общем-то, неплохо. Для китайцев это неплохо, но возникает вопрос, какой ценой они добиваются таких высоких темпов на фоне экономик других стран. Да, безусловно, темпы Китая, они выше среднемировых. Вот, правда, если уж говорить о сравнении с другими странами, то сегодня на пятки Китая наступает уже Индия по темпам экономического роста. Даже говорят, что Индия, она уже обходит Китай по темпам экономического роста. Ну, я пока по Индии так глубоко не копал. И вот по Китаю могу вам сказать, что причина этого так называемого экономического чуда Китая заключается в том, что китайская экономика быстро наращивала свой долг. Быстро наращивала свой долг. Ну и, конечно, наращивал долг и такой сектор экономики, как строительство и недвижимость. Ну, я должен сказать, что просто там, видимо, перегрев экономики произошел раньше, а в других секторах ситуация получена, но ненамного. Получена ненамного. Я могу, конечно, назвать какие-то конкретные цифры, но я буду так говорить более обобщенно. Значит, есть такой институт международных финансов в Вашингтоне расположен. И я довольно часто прибегаю к дадам этого института. И он, в частности, дает статистику по долгу отдельных стран. Причем как по отдельным видам долгов. Имеется в виду государственный долг, долг сектора домашних хозяйств, долг финансового сектора, долг компании не финансового сектора. Ну и суммарный долг всех секторов. Так вот, впереди всех оказались три, будем так говорить, центра мировой экономики. Это Соединенные Штаты, это Европейский Союз, это Китай. Плюс-минус у них примерно у всех по 300% ВВП. Суммарная величина долга. Но я по другим источникам разбирался. Дело в том, что институт международных финансов, он в основном базируется на официальной статистике. Официальная статистика Китая, она очень лукава, она очень искажает реальную картину, и в том числе статистика по долгу. Особенность Китая такова, что у нее очень развит так называемый теневой банкинг или бэнкинг. Бэнкинг – это деятельность по предоставлению займов из суд, но деятельность тех институтов, которые занимаются предоставлением таких займов из суд, она не контролируется Народным банком Китая. Народный банк Китая отвечает только за коммерческие банки. Ну, вот в России, значит, есть центральный банк, он финансовый мегарегулятор, и вроде он отвечает не только за коммерческие банки, он отвечает вообще за любую деятельность по выдаче займов и кредитов. В Китае вот решили, что, значит, они будут контролировать, и они контролируют только деятельность кредитную и деятельность коммерческих банков. Не надо думать, что в Китае, значит, этот теневой банкинг – это что-то наподобие того, что там описано у Достоевского, старуха-проценщица, да, подпольный какой-то бизнес. Нет, это респектабельные компании, страховые, инвестиционные фонды, пенсионные фонды. Просто они находятся вне сферы контроля Народного банка Китая. В какой-то момент времени, видимо, даже китайским руководителям это было выгодно, потому что там, где линит кредитования для коммерческих банков уже исчерпывался, значит, подключались вот эти самые альтернативные структуры, которые выдавали займы и кредиты, ну и вроде как это помогало поддерживать иллюзию экономического чуда Китая. Вот я еще давно обратил внимание на то, что приросты, абсолютные величины прироста в долгах в Китае превышают приросты валов внутреннего продукта. Понимаете? Любой человек, маломайский знакомый с бухгалтерским учетом понимает, что у любой компании есть активы, есть пассивы. Если вы будете рассказывать только про одни активы компании, не говоря про ее пассивы, ее обязательства, то может возникнуть радужная картинка. Да. Может быть, активы растут, и они действительно растут, но при этом долги растут быстрее. Вот Китай представляет такую вот самую компанию. Ну, вот мне трудно сказать, я не китайский, не китайский, не знаю, насколько, значит, китайское руководство действительно понимало, что происходит. Мне кажется, оно понимало и даже в каком-то смысле потворствовало вот такому процессу, потому что вроде как был позитив. Ну, значит, еще несколько лет тому назад возникли некоторые дисбалансы китайской экономики на фондовом рынке, на фондовых биржах. Тогда удалось как-то оккупировать эти дисбалансы. Ну, вот время от времени где-то прорывается, где-то прорывается. Вот летом прошлого года прорвалось на рынке недвижимости и в строительном рынке. Там целые города-призраки. Это, значит, недвижка, это многоэтажные многоквартирные дома, которые не распроданы. Значит, более того, видел интересные такие кадры, на которых, значит, изображается процесс уничтожения недостроенных объектов. Недостроенные объекты, там сносятся дома. Вот это явные признаки капитализма. Знаете, я немножко в сторону от вашего вопроса, потому что все время говорят социалистический Китай. Но на самом-то деле Китаем чисто капиталистический базис. Чисто капиталистический базис. Там есть, конечно, госсектор, дом. Госсектор сокращался и сокращается. А вот надстройка остается действительно социалистической. Вроде как руководство стороны КПК, Коммунистической партии Китая. Но все становится сложнее как-то управлять экономикой, поэтому тут интересные такие подвижки наблюдаются в управлении китайской экономикой. Гулять, например, Народный банк Китая. Народный банк Китая создал рекордные объемы долгов. Даже та часть, которая курируется Народным банком Китая, кредиты коммерческих банков. Народный банк Китая не очень успешно контролирует валютный курс юаня. Сейчас валютный курс юаня достаточно снизился, серьезно снизился, в гораздо большей степени, чем это необходимо для поддержания конкурентоспособности китайских товаров на мировом рынке. К тому же сейчас возможности экспорта Китая стали постепенно сужаться. Ну в общем была такая мягкая критика в адрес Народного банка Китая неоднократно. Что произошло в конце или даже во второй половине прошлого года? Без всяких деталей скажу, что Коммунистическая партия Китая решила взять штурвал управления Народным банком Китая в свои руки. Там создан специальный комитет партийный, который занимается Народным банком Китая. Это такие вроде бы вещи немножко в тени находятся, но это явные признаки того, что уже какие-то кризисные явления по всей китайской экономике. безработицы. Вот. Ну и конечно значит китайская статистика она занижает реальные масштабы безработицы. Это тоже признак капитализма. Значит ну вот такие независимые эксперты говорят, что уровень безработицы среди молодежи там уже превышает 20%. И вообще если раньше китайские ведомства давали статистику по занятости безработицы на регулярной чуть ли не еженедельной основе, то сейчас они это делают крайне редко. Крайне редко и цифры этой безработицы они явно занижены. Явно занижены. Ну вот хотел бы еще сказать, что реальный реальный все-таки уровень долга Китая он не 300%. Значит большинство экспертов считает, что надо помножить на 2. 600%. 600% да. То есть Китай явно поддерживает Америку и Европейский Союз. Вернее даже Еврозону да. Еврозону. Вот ну вот я тут могу вам даже привести такие цифры. Я нашел сейчас свои некоторые такие публикации. Вот в 20-м году на сектор недвижимости приходилось 30% от всех непогашенных кредитов. Это в абсолютном выражении 1,8 триллиона долларов. Представляете, это еще в 20-м году без малого 2 триллиона долларов непогашенных кредитов. Это не считайте него бенкинга. Это только то, что находится в отчетности Народного Банка Китай. Должен вам сказать такую вещь, что Китай долгое время ориентировался на критерии Мастрихского договора. Напомню, Мастрихский договор это тот договор, который лег в основу создания Европейского Союза. Договор 1992 года. Там некоторые критерии допустимых показателей по долгу. Долг не должен превышать государственный долг. Государственный долг не должен превышать 60%. 60%. У Китая в конце прошлого столетия государственный долг был достаточно скромный. Порядка 20%. Где-то на рубеже прошлого инижнего столетия он стал быстро расти. Он стал быстро расти. И где-то в прошлом десятилетии, в конце прошлого десятилетия он пробил вот эту самую планку 60%. вот Китай тоже для себя определял именно этот допустимый уровень государственной задолженности. Вот. И согласно последним предварительным оценкам уже уровень государственного долга составляет 83% ВВП. Вот. Это очень серьезный показатель. Должен вам сказать, что есть такие страны, которые составляют ну как бы сказать клуб стопроцентников. Клуб стопроцентников входит конечно Соединенные Штаты. В 2020 год у них был государственный долг 121% ВВП. Ну в Европе рекордсменом является Греция Греция в втором году где-то 177% было. Италия идет вслед за Грецией 144% Испания 112% Франция тоже если округлено 112%. Ну и клуб стопроцентников входит Канада там немножко больше 100% и Великобритания недавно тоже присоединилась к этому клубу. Так вот многие прогнозы в том числе прогноз Международного валютного фонда что в 27 году у Китая тоже государственный долг пробьет планку 100%. Он войдет в этот самый клуб избранных 100% долг я забыл сказать кто рекордсмен показателем государственного долга Япония конечно Япония в 22 году более 260% ПВП конечно Япония она идет большим отремом от Китая но должен сказать что по другим секторам экономики Китай не настолько отстает даже от Японии это сектор нефинансовых компаний сектор нефинансовых компаний где-то порядка 160% валов внутреннего продукта это данные Международного валютного фонда это то что приходится на сектор нефинансовых компаний а здесь уже разрыв с Японией не такой большой я к чему клоню что в общем-то я даже не понимаю как Китай может вынулить в этой ситуации как он ее может эту ситуацию демпфировать хотя бы там смягчить вот ну вот последний тоже интересный момент значит считается до недавнего времени Китай считал что у него предел дефицита бюджета не должен превышать 3% опять это норматизм астрибского соглашения 92 года вот и должно сказать что если брать этот норматив по отношению к долгу центрального правительства то вроде как они приблизились к планке 3% но пока за эту планку не выходят вот но дело в том что есть еще понятие государственного долга в широком смысле с учетом с учетом скажем региональных властей с учетом муниципалитетов так вот у Китая основная часть государственного долга накапливается не на уровне центрального правительства а на уровне провинции и на уровне вот нижнем и цепальном уровне дефициты вот такого государственного бюджета в широком смысле в широком понимании приближаются к 10% ВВП 10% ВВП а все это ведь суммируется в виде общего государственного долга как вы сами понимаете вот ну еще раз повторяю что значительная часть вот этого низового государственного долга формируется за счет киневого бенкина за счет киневого бенкина но там тоже ситуация уже катастрофическая уже значит даже какие-то муниципалитеты начинают банкротиться значит некоторое время муниципалитеты получали какую-то помощь сверху вот и сегодня а ведь муниципалитет это не просто бизнес-структура это государственное управление да и тут произошла беспрецедентная ситуация в конце прошлого года значит государство правительство Китая разместило заем чрезвычайный заем на сумму 1 триллион юаней это очень крупная сумма 1 триллион юаней вот и как можно понять из открытых источников информацию это деньги которые должны пойти на спасение муниципалитетов вот этого низового уровня государственного в Китае то есть раньше муниципалитеты помогали центрального правительства теперь центральное правительство пошло на то чтобы спасать нижний уровень государственной власти значит с учетом вот этого чрезвычайного займа который размещался где-то в ноябре декабре 23 года значит дефицит даже центрального правительства Китая должен составить 3,8% то есть они и здесь пробили красную линию они и здесь пробили красную линию вот такая вот ситуация поэтому как бы понятно что Китай нас интересует во вторую очередь но дело в том что мы слишком по-моему надеемся на нашего восточного соседа слишком надеемся как-то вот мы закинетизированы тем что это первая экономика мира я помню значит в начале февраля 22 года Владимир Путин полетел туда в Пекин там они стояли на трибуде с Синьцзяньпином там было открытие Олимпийских игр и были такие клятвенные заявления что мы союзники навек союзники навек но вот началась специальная операция и как-то не чувствуется что Китай союзник да он сочувствующий да Китай может быть торговый партнер и кстати говоря я считаю что мы слишком быстро наращиваем торговлю с Китаем вот мы слишком быстро наращиваем потому что сейчас наконец госдеп Соединенных Штатов и Минфин американский они стали всерьез контролировать Китай я помню в 22 году были заявления Джанет Хелен министра финансов Соединенных Штатов а Минфин у них курирует финансовую разведку а финансовая разведка как раз и дает информацию какие страны нарушают санкционный режим в отношении России какие нет меня тогда удивляло что и госсекретарь США и министр финансов США говорили что Китай ничего не нарушает ничего не нарушает видят они как-то решили немножко в ловушку Китай заманить а сейчас очень жесткая позиция уже и госдеп и Минфин говорят что Китай нарушает и китайские банки они сделали публичное даже заявление что нет они значит будут теперь очень отслеживать все транзакции они будут отслеживать чтобы не было российских клиентов в общем это обычный прием заманить а потом прихлопнуть я к чему это говорю что все таки мы должны понимать что Китай сосед Китай это партнер но никак не союзник и нам необходимо во первых гиперспецировать свои внешнеэкономические связи сегодня так предварительной оценки 35% всей внешней торговли приходится только на Китай российской торговли было еще когда-то не так давно 20% теперь 35% вот надо диверсифицировать и есть за счет кого проводить такую дирификацию я сейчас не буду об этом говорить а второе конечно мы должны все таки заниматься настоящим импортозамещением потому что Китай он в каком-то смысле создавал иллюзию что мы можем особенно и не напрягаться нет вот я предлагаю чтобы сейчас уже мы начали напрягаться потому что с Китаем в любой момент может произойти вот такая неприятная ситуация катастрофа я сейчас цифры не привожу у меня тут я уже открыл свои некоторые материалы цифр много но я думаю что нашим зрителям и слушателям понятна моя мысль вы знаете я постоянно смотрю все эти прогнозы иногда это не прогнозы а сценарии да понятно что кризис он почти неизбежен и все эксперты только расходятся в отношении того что будет эпицентром ну как вот в 2008 году все началось с краха на ипотечном рынке США вот но сегодня не так очевидно сегодня значит некоторые говорят что все-таки это будут Соединенные Штаты некоторые говорят что это будет Европейский Союз или Геврозона ослабленная вот этой санкционной войной но многие называют именно Китай многие называют Китай так что тут в течение на этот счет но я могу еще дать такую интересную рефлюстрацию знаете просто обычный расчет значит на днях я тут нашел цифру среднеизвешенная процентная ставка по заимствованию причем значит посчитали среднеизвешенную ставку по заимствованию по всем секторам ну конечно средняя температура по больнице но получается 5 копейками процента рядовых вот давайте прикинем значит если государственные если долг суммарный даже их официальная цифра 300% значит надо на погашение долга тратить каждый год 15% ВВП то есть надо давать темпы прироста питаться процентов ВВП только для того чтобы поддерживать вот этот уровень долга иначе будет выстраиваться долговая пирамида со всеми отсюда вытекающими но это мой расчет исходя из официальной цифры 300% а если 600% значит это уже сколько это уже 30% ВВП почему они почему для них темпы экономического роста это идея фикс да потому что если не будет темпов они точно так дорухнут понимаете тогда у них значит единственный вариант это пытаться выстраивать долговую пирамиду но долговая пирамида любая долговая пирамида падает так что я просто не вижу никаких хороших вариантов в Китае выбор между плохим и совсем плохим подписывайтесь на канал накануне и следите за новостями в нашем телеграм канале все ссылки в описании